Доброе утро, дорогие друзья! С вами встречает этот новый день Павел Михно, и сегодня я, как всегда, спешу порадовать вас самыми интересными новостями. Это программа Фрэш-новости. Мы начинаем! Сегодня на территории Гомельщины ожидается переменная облачность и без осадков. Столбик термометра опустится до минус 2 градусов. Ветер будет северо-восточного направления скоростью от 6 до 8 метров в секунду, при порывах до 11 метров в секунду. Что касается климатических рекордов, то самым теплым оказалось 12 января 2005 года. Тогда температура воздуха прогрелась до 7,8 градуса. А рекорд со знаком «минус» был установлен в 1969 году. В тот год температура опустилась до минус 27,8 градуса по Цельсию. О финансовых новостях. Наиболее выгодный курс покупки доллара сегодня составляет 2 рубля 2 копейки, евро 2 рубля 41 копейка и 3 рубля 54 копейки за 100 российских рублей. Такие курсы валют предлагают «Паритетбанк», «Абсолютбанки» и «Альфа-банк». А вот наиболее экономичная продажа валюты осуществляется в банке «Москва-Минск», «Паритетбанки» и «Абсолютбанки». Курс продажи доллара составляет 2 рубля 2 копейки, евро 2 рубля 41 копейка и 3 рубля 54 копейки за 100 российских рублей. Подходит к завершению вторая рабочая неделя Нового года. А праздничные елки до сих пор украшают дома и квартиры большинства жителей страны. Обычай наряжать новогоднюю елку с течением времени приобрел значительные изменения. Перемены коснулись даже самой новогодней красавицы. Помимо настоящей елки, теперь никого не удивишь искусственной и даже сделанной собственными руками. Увидеть последнее можно в библиотеке филиале номер 8 имени Кирилла Туровского, где проходит выставка «Елка в гости зовет». На ней представлены оригинальные новогодние красавицы ручной работы, выполненные представителями Гомельского государственного профессионально-технического колледжа народных художественных промыслов. А те, кто неравнодушен к разнообразию елочных украшений, имеют возможность видеть игрушки, изготовленные из дерева и соломки. Культурные учреждения областного центра поддерживают творческие таланты юных гомельчан. В Центральной городской библиотеке имени Герцена продлена выставка «Мир в ожидании чудес». Ее авторами являются учащиеся и педагоги областного дворца творчества детей и молодежи. Для воспитанников народных студий изобразительного и декоративно-прикладного творчества эта выставка стала своего рода отчетной. Ведь за минувшие месяцы гомельские ребята стали победителями и призерами таких республиканских конкурсов, как «Архновация», «Каляднозорка» и «Пронауку». Ознакомиться с их работами все желающие могут в Музее автографа до 24 января. 14 января 1944 года для Калинкович и Калинковического района стал днем, когда жители города и деревень были освобождены от немецко-фашистских захватчиков. Торжественные мероприятия, посвященные 74-й годовщине со дня освобождения от оккупантов, начались задолго до 14 января. Жители района свято хранят память о воинах-освободителях. К этой дате в местных школах и учреждениях культуры, организациях и на предприятиях проходят вечера воспоминаний и встречи с ветеранами, возлагаются цветы к памятникам. А сегодня власти райисполкома организуют торжественные митинги, участниками которых могут стать все неравнодушные граждане. Сегодня в городском центре культуры состоится юбилейный концерт народного любительского коллектива Республики Беларусь – молодежного хора «Возрождение». Своё 25-летие коллектив под руководством Галины Ерёменко отметит программой «Вифлеемская звезда». В концерте также примут участие народный хор «Радейка» Гомельского государственного колледжа искусств имени Соколовского и солисты детской школы искусств номер 5. Начало концерта в 18.00. Вход для всех желающих свободный. Сегодня в 17.00 в картинной галерее Гаврила Ващенко состоится открытие выставки самоваров из коллекции Сергея Путилина и Владислава Шишигина. Для молодого поколения самовар – символ старины, хотя еще в 70-е годы прошлого века электрические самовары были совсем не редкость и даже производятся в наши дни. Именно этот предмет мы знаем, помним и ассоциируем с русским чаепитием. Выставка покажет не только огромное разнообразие самоваров, но и множество других принадлежностей для чаепития и столовых приборов 19-го – начала 20-го веков. Также во время открытия организаторы планируют познакомить гостей с настоящей чайной церемонией. Выставка продлится до 25 февраля. Сегодня в Музее истории города Гомеля откроется фотовыставка Татьяны Шруп «Я люблю этот мир за его красоту». В его рамках можно увидеть работы, выполненные в жанре натюрморт. Татьяна в своих работах показывает зрителям необычные изображения обычных вещей. Натюрморт по праву можно назвать одним из самых сложных жанров фотографии. При работе над натюрмортом большую роль играет творческая фантазия автора, знание законов композиции, чувствование фактуры и света. Фотографу все это нужно умело применить к разным объектам, расположить и организовать их в гармонии друг с другом. Открытие выставки начнется в 16.00. Краски, карандаши, уголь – чем только художники не создают свои картины. В области изобразительного искусства на сегодняшний день существует огромное разнообразие рабочего материала. Для того, чтобы удивить общественность и создать собственный стиль, который отличал бы одного художника от других, мастера привлекают в работу все более необычные для рисования вещи, например, кофе или чай. Последним, например, рисует американский художник-аниматор Брайан Кессингер. Он является сотрудником студии «Дисней». А собственные рисунки в стиле стимпанк мужчина создает в свободное от работы время, заменив краски чаем. Правда, иногда у него возникает необходимость прибегать к акварели. Но, как правило, художник использует ее в основном только для придания теней. Известный ученый Стивен Хокинг заявил, что климатические условия на Земле будут невыносимы для людей. Об этом пишет Daily Mail. Физик-теоретик утверждает, что планета Земля повторит судьбу Венеры. По его словам, изменение климата приведет человечество к вымиранию, а Земля из-за жары превратится в настоящий ад. Если люди не сократят выбросы парникового газа, то с течением времени средняя температура на нашей планете достигнет 460 градусов Цельсия. Если прогноз ученого оправдается, то человечеству нужно будет искать себе новую планету для жизни. К слову, эксперты НАСА считают, что 4 миллиарда лет назад Венера была похожа на Землю, имела атмосферу, моря и растительность. Но по целому ряду причин, в том числе из-за скопления парниковых газов в атмосфере, планета позднее сгорела. Однако, как быстро такой сценарий может произойти и вообще произойдет ли, ученые пока не могут дать точного ответа. Разнообразие способов, используемых животными для того, чтобы ловко скрываться от хищников и нежелательных гостей, иногда просто удивляет. Уникальные свойства были обнаружены у самцов, обитающей в Новой Гвинеи щетоносной райской птицы. Их оперение поглощает почти 100% попадающего на него света. Такой эффект получается благодаря тому, что перья этих птиц похожи на растения с листьями, прижатыми к стволу. Такая структура пера является своего рода ловушками для светового потока. Начиная отражаться от них, лучи фактически поглощаются, что в итоге позволяет этим птицам не только ловко скрываться, но и привлекать внимание особей противоположного пола. В новогодние праздники мы привыкли видеть на улицах много иллюминаций, но дайвер Гектор Сегвин стал свидетелем красивого зрелища, отнюдь не прогуливаясь по городу. Для этого ему понадобилось нырнуть в воду неподалеку от Гавайских островов, где настоящее чудо ему показал осьминог. Дело в том, что моллюски имеют способность менять свой цвет в зависимости от ситуации. На этот раз головоногая просто не хотела лишнего внимания к себе, поэтому попробовала слиться с окружающей средой. Однако то ли от нехватки опыта, или просто от невезения не смогло выбрать нужный цвет, что сильно позабавило дайвера, который преследовал осьминога буквально по пятам. В результате такой поступок подарил жителям планеты еще одно увлекательное видео. Это были Фрэш Новости. Для вас и готовил Павел Михно. И помните, доброе утро приносит, добрый день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова